всем привет добро пожаловать на канал в данном видео мы разберем базу основу управления дроном в обычном режиме и в мануальном и в чем разница между этими двумя способами управления дроном начну с того что для управления дроном вам нужен пульт а именно так как мы разговариваем в этих видео об fpv вам нужен контроллер специальный данный контроллер выпущен компания диджай он идет в комплекте с диджай фпв дроном также его можно докупить для управления диджай авата еще вы можете его купить использовать любым другим дроном но так как он заточен под эти два как бы он тоже неплох но есть другие варианты для того чтобы это все было последовательно я начну с управления обычным дроном для полета в обычном режиме вам ничего не нужно делать для того чтобы пользоваться им в мануальном режиме вам придется его перенастроить как это сделать я оставлю видео вот здесь в нем я детально объясняю как настроить ваш контроллер для того чтобы любого момент можно было взять и полететь в мануальном режиме разница лишь в том что изначально ваши стики всегда возвращаются в базовую позицию центральную левый и правый но в мануальном режиме вот этот стик нужно перенастроить и он в горизонтальном положении он больше не будет возвращаться в центральную позицию то есть он падает и застает на месте позже я объясню зачем в общем база базовая основа все что вам нужно это управление вот данными стиками левый стик отвечает за набор высоты за снижение за поворот дрона в одну сторону и в другую то есть нажимая вверх дрон полетит вверх нажимая вниз он будет спускаться ровно вниз нажимая влево или вправо он будет поворачиваться по своей оси влево или вправо правый стик работает таким образом ход вверх означает наклон вперед ход вниз наклон назад ход влево и вправо означает наклоны влево и вправо данный дрон оснащен кучей датчиков и gps навигатором и gps assistance в нормальном экспорт режиме он использует все эти датчики полностью значит когда ты запускаешь дрон взлетаешь он у тебя начинает парить то есть любое центральное положение вот этого джойстика и вот этого то есть когда вы просто бросаем джойстик означает что дрон просто становится на месте и будет парить неважно ты летел вперед и бросил летел вперед и бросил джойстик и он в этот момент просто становится и будет на месте если ты летел вверх и бросил джойстик он тоже остановится на месте. Он не будет опускаться ниже. Иначе сказать, если мы ведем левый джойстик вверх до определенной высоты, потом возвращаем в середину, это значит, что дрон будет взлетать, когда мы вернем в середину, он просто остановится на месте. Когда мы пойдем опускать его вниз, дрон тоже начнет опускаться вниз. Это важный момент. Это все происходит именно в момент того, чтобы дрон парить на месте, когда мы не используем стики когда они в центральном положении за это отвечает gps assistance дрон понимает он наклонен вперед наклонен назад влево вправо или в какой в принципе позиции и всегда когда человек не управляет пультом дроном дрон обязан остановиться на одном месте дабы не упасть не сбить что-то просто парить также важный момент что в обычном режиме камера гимбл камеры всегда статичен неважно мы если мы летим прямо он будет смотреть прямо если мы наклоним наш дрон вперед она всегда будет направлена в ту точку которую смотрит пилот то есть если мы летим прямо и мы даем больше газа значит наш дрон будет наклоняться но камера при этом останется в таком же горизонтальном положении теперь в чем же разница мануальном режиме наши стики отвечают все за те же параметры но немножко по-другому левый стик теперь не возвращается в центр его ход снизу вверх становится больше как его мощность центральное положение данного стика означает половина мощности то есть в нижнем положении ноль в верхнем положении сто процентов мощности и переходя сюда разбираем принцип движения дрона мануальном режиме то есть теперь дрон принципе не будет парить на месте мануальном режиме все датчики либо отключаются либо меняют свою функцию допустим датчик высоты уже не будет ограничивать нашу высоту до пола не даст нам опуститься ниже он будет просто отображать данные вы просто на экране будем видеть какое расстояние дрона топ до земли дабы контролировать наш полет также здесь выключается gps assistance если мы будем использовать правый стик вверх вниз влево вправо вверх вниз влево вправо то раньше если мы нажмем вверх и бросим вернем его в центр то он наклониться и вернется в обратное положение без gps assistance дрон будет наклоняться с такой скоростью и на такое расстояние насколько будет мы будем нажать на стик то есть если мы заведем его максимально вверх и вернем центр то значит дрон с максимальной скоростью повернется вперед и когда мы вернем его в центр он просто в этой позиции останется он не вернется центр то есть это это значит что на правом стике нулевое значение мощности это центральная и поход вверх означает больше мощности на задних моторах ход этого стика вниз означает больше мощности на передних моторах то есть давая дрону ход вверх правым джойстиком задние моторы получают больше мощности и он начинает двигаться вперед давая вниз давая вниз передние моторы получают больше мощности и он двигается сюда также влево и вправо вот и чем больше если мы немножко даем буквально совсем совсем чуть-чуть нажимаем вверх наш дрон получает немного больше мощности на задний мотор и он начинает немного медленно наклоняться до тех пор пока мы не вернем в центральное положение и он так и останется то есть мы полетим вперед если мы дадим дадим на максимум он все то же самое сделать только быстро и скорее всего полный оборот может больше то есть вам нужно это контролировать здесь не будет такого момента что с gps assistance дрон не может перевернуться у него есть максимальное положение наклона больше gps не даст делать без этого вы будете крутиться до тех пор пока вы будете жать на этот стик соответственно и в эту сторону то же самое таким образом делается основные трюки типа роллов и всяких loop of power loop of другой момент это как лететь как лететь быстро как лететь на месте и все такое для того чтобы перейти мануальный режим вам нужно будет нажать нажать переключатель ваш дрон зависнет на месте и на экране отобразится две иконочки с примерным положением стиков которые вам нужно создать для того чтобы дрон перевелся и вы не упали сразу это всегда будет правый стик в центральном положении левый немного ниже центра немного ниже центра потому что 50 процентов ускорения на дроне это уже уже довольно таки много поэтому его и нужно перенастроить начале иначе если вы запустите дрон и настроил ваш джойстик то ваш дрон с 50 процентной скоростью просто улетит в небо и куда-нибудь в сторону если вы еще заденете стики просто разобьется мгновенно так вот для того чтобы просто парить на этом дроне вам придется очень хорошо орудовать левым стиком он не будет просто держаться на одном месте его нужно будет скорее всего немножко водить вверх вниз для того чтобы ловить эту мощность которой будет достаточно для того чтобы его удержать это всегда зависит от веса дрона вот того сколько бы обвеса на него повесите поставьте бы на него либо дополнительную камеру либо еще что-то всегда будет по-разному и с каждым дроном тоже будет по-разному также еще немаловажный момент в том что мануальный режим не просто позволяет по-другому управлять дроном он открывает дополнительные функции которые вы можете менять это не значит что если вы купили вот этот дрон то вы будете летать на нем также как другие люди которые купили этот же дрон вы всегда можете зайти в меню и в настройках мануального режима изменить некоторые параметры этого дрона вот здесь на экране я выведу примерно как это выглядит как мы видим здесь есть три основных параметра это яв пич и ролл давайте разберемся что-то за параметры и для чего они вообще нужны параметр пич отвечает за правый стик наклон его вниз и вверх то есть это вращение дро это вращение дрона вот в этой оси то есть это его кувырок или обратный поворот настройка я отвечает за левый стик и за ход этого стика влево вправо то есть это поворот дрона в этой позиции по вот этой оси влево и вправо и последний это параметр ролл он отвечает за правый стик те же повороты влево вправо но это будет кручение в одну из сторон в левую либо правую соответственно меняя эти параметры вы можете поменять интенсивность и количество мощности которые вы будете давать с помощью перемещения джойстиков на вашем контроллере данные параметры сугубо индивидуальны на каждом дроне с каждой мощностью будет по-разному и для каждого человека тоже по-разному если вы купили этот дрон это не значит что вам нужно летать с базовым с базовыми настройками скорее всего для каждого будет по-своему удобно летать со своими для того чтобы понять какие настройки для вас будут лучше существует большое количество симуляторов в пиве дрона такие как дирель симулятор велосидрон и лифт-офф а вы можете купить любой из них в стиме epic games либо в другом либо сами поискать где их можно еще найти огромное количество мест где можно скачать это этот симулятор он стоит от 15-20 долларов не очень дорого но это того стоит и это то место где каждый пилот перед тем как взять себе дрон практикуется изучает принципы полета меняет настройки на этих дронах и узнает какие какой дрон для себя выбрать либо в целом создает стиль с которым он будет летать еще один очень важный момент по поводу камер в мануальном режиме камера никогда не будет стоять стабилизировано в центре так как в обычном режиме мануальном же режиме вы выбираете самостоятельно наклон своей камеры от 0 до 90 градусов то есть это значит если вы поставили свой дрон с наклоном камеры в 0 градусов и будете пытаться лететь вперед для того чтобы лететь вперед вам нужно будет наклонить дрон вот так вот и давать ему газ то есть он будет лететь в эту сторону соответственно если наклон камеры 0 градусов то есть прямо при наклоне дрона вы будете смотреть в пол и вы не видите практически ничего поэтому на таких дронах типа синий вуп как диджай авата рекомендуют ставите наклон камеры 10-15 градусов это позволит летать не очень быстро но при этом достаточно ровно плавно и без стряски на более быстрых спортивных дронах либо либо фристайл дронах вы можете ставить наклон в 20-30 градусов примерно вот так и вы будете летать соответственно с таким наклоном и это даст вам больше скорости больше динам больше динамики видео и в целом больше динамики вашего полета в целом очень хорошая новость для тех у кого есть этот дрон и этот пульт мы можем в любой момент полета менять наш наклон вверх-вниз с помощью вот этой вот крутилочки в любом режиме это может быть режим нормальный спорт или же мануальный в мануальном режиме никакой дрон не меняет наклон камеры диджай авата делает это легко то есть вы можете начать свой полет взлететь ровно перейти мануальный режим поставить 10-15 градусов полетать 5 минут плавно красиво сделать хорошие кадры потом переставить на 20-30 градусов полетать быстро динамично поделать какие-то дайвы либо трюки и ваши видео будет гораздо более интересным базовые настройки этого дрона я предоставлю здесь фотографии чуть выше сейчас выведу настройки которые я рекомендую для этого дрона если его использовать именно как синий вуп для более плавных медленных но красивых пролетов то есть основные настройки очень хорошо подходят для полетов на улице для полетов в горах на открытом пространстве вторые настройки которые бой для более плавных полетов они подходят для полета в помещении либо между деревьями закрытом пространстве может можете попробовать это это посмотрите на разницу также вы всегда можете экспериментировать потому что у каждого индивидуальные запросы идеи индивидуальная чувствительность и вам по-своему будет удобно управлять дрону целом я думаю я достаточно разобрал эту тему если я что-то забыл не стесняйтесь напомнить мне об этом давайте продолжим наше общение в комментариях под видео также ставьте лайк сюда всем пока а и а и и и и и и и